Всем привет! Однажды мой приятель попросил шуруповерт и сверло по металлу. И я стал неволен свидетелем его работы. Он взял шурик и установил сверло. Казалось бы, какая ошибка тут может случиться? Поставил сверло и сверли. Он собственно так и сделал. Однако, во время работы сверло закусило и разумеется патрон стал прокручивать. Ну, это знакомая для всех ситуация. В итоге получаем вот такие сверла. Но это как бы полбеды, расходный материал, его не жалко. Главный потерпевший в данной ситуации инструмент, а точнее винт, который фиксирует патрон шуруповерта. Такие винты установлены в каждом инструменте. Где-то винт крестообразный, где-то под шестигранник, но это не важно. Суть в том, что в данной ситуации данный винт успешно стирался об хвостовик данного сверла. Если такая ситуация будет повторяться из раза в раз, то вы больше никогда не сможете поменять патрон на шуруповерте. Из такой ситуации уже столкнулись многие люди, которые оставляли комментарии под моим видео, где я рассказывал, как открутить патрон шуруповерта. Поэтому устанавливать сверло нужно примерно на глубину 15-20 мм. Этого вполне достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи. Для примера давайте зафиксируем сверло на 20 мм и сделаем отверстие в толстом металле. Заодно и посмотрим, прокрутят сверло или нет. Берегите свой инструмент и не забывайте такое простое правило. Продолжение следует...